На мобильный телефон пришло сообщение о том, что вам необходимо пройти профосмотр. Почему не стоит игнорировать эту информацию и как можно быстро и без очереди получить комплексное обследование. Об этом и не только. Мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Юлия Малиновская, начальник отдела по защите прав застрахованных компании Реса Мед. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Рада вас видеть. Я знаю, что в вашей компании есть служба защиты прав застрахованных. Как она формировалась? Мы были одной из первых страховых медицинских компаний, которая выделила самостоятельный отдел по защите прав застрахованных. Это произошло в сентябре 2015 года. На сегодняшний день во всех страховых медицинских компаниях это направление приоритетное, поскольку именно защита прав застрахованного гражданина, помощь ему в реализации получения медицинской помощи стоит во главе работы страховой медицинской компании. На сегодняшний день в отделе работают 14 специалистов по всему Алтайскому краю. То есть это страховые представители второго уровня, которые дежурят в медицинских организациях, и врачи-эксперты, которые проводят оценку качества полученного лечения. Есть же и контакт-центр. Как он работает? Контакт-центр это сотрудники страховые представители первого уровня. Контакт-центр круглосуточный, федеральный. В нашем контакт-центре три специалиста. Они принимают звонки до 18 часов местного времени. Потом звонки застрахованных переадресуются в центральный офис города Москвы. И в случае, если необходима ответная реакция от страховой компании, то такое обращение передается по электронной почте. И на следующий день специалист страховой компании связывается с заявителем для того, чтобы уточнить, какой вопрос у него, какая ему нужна помощь и принять участие в решении этой проблемы. Я знаю, что можно ведь найти страхового представителя еще в каждой поликлинике, но как это сделать? На сегодняшний день 105 медицинских организаций Алтайского края, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь и специализированную, а также крупные медицинские организации, такие как онкологические диспансеры Рубцовска, Бийска, Алтайский окот, диагностический центр, краевая больница. Они все обеспечены присутствием страхового представителя для наших застрахованных. И это не только в вашей компании? Нет, это в каждой страховой компании утвержден график дежурства. Страховой представитель работает непосредственно в холле, возле регистратуры, либо на этажах. И к нему можно обращаться, причем неважно, в какой компании вы застрахованы. Вот вы сегодня пришли в эту медорганизацию, и там дежурит страховой представитель второго уровня другой страховой компании. И вы к нему вправе обратиться с вопросом, и он окажет вам содействие. Он в течение дня там находится, или там искать его не придется? Это уже не полный день, но информация о режиме его работы размещается как на сайте страховой компании, в личном кабинете гражданина, который пользуется сайтом госуслуги, на стенде медицинской организации, и также информационная табличка располагается, где вы можете увидеть, как правило, это время с 8 и до 12, первая половина дня, когда наибольший поток застрахованных, которые сталкиваются с какими-то трудностями, в сроках получения талонов, в отсутствии специалиста. Вот для этого его в помощь страховой представитель. А кто может обратиться к этому страховому представителю? Любой гражданин может к нему обратиться. Житель Алтайского края? Да? Нет, почему? Если вы приехали из другого региона, и вы заболели, при наличии полиса в рамках базовой программы госгарантии вы можете обратиться в ближайшую медицинскую организацию, которая работает в системе ОМС, и получить неотложную медицинскую помощь. Допустим, у вас остро заболел живот. Если вы можете самостоятельно прийти, вы придёте в поликлинику. Если вы не можете, вы вызываете скорую помощь. У вас заболел зуб, острая боль зубная. Пожалуйста, в ближайшую стоматологию, и по полису вам окажут неотложную помощь. Соринка в глаз попала. Ну, любая неотложная ситуация. Я поняла. Недавно у вас открылся новый офис. С чем это связано, и что изменилось с его открытием? Или ничего, может быть? Офис у нас новый, большой, красивый. Там много площадей, с учётом того, что, вот я сказала, приоритетное направление – это защита прав застрахованных. Поэтому вот на сегодняшний день в этом фронт-офисе любой застрахованный может прийти и получить квалифицированную консультацию специалиста, который непосредственно находится в офисе. Поэтому приглашаем. Приходите за решением своих ситуаций. Ну, некоторые люди, я думаю, что вы даже знаете о таких жалобах, рассказывают о том, что не могут полностью пройти профосмотр, потому что врачей не хватает, и в лучшем случае они пройдут там 2-3 специалиста. Что делать в таком случае? Ну, нужно отметить, во-первых, что профилактические медицинские осмотры – это определённая составляющая. Она имеет набор обследований, которые нужны для выявления риска развития заболеваний, которые могут привести к крайней смертности, либо инвалидизации. То есть это социально значимые заболевания. Какие? Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкология, и предрасположенность к ней у определённых слоёв населения. Вот для этого есть определённый набор, утверждаемый приказом Министерства здравоохранения, когда пациент приходит в поликлинику и либо может пройти профилактический медицинский осмотр, либо по возрасту диспансеризацию, либо в рамках, если у него установлено уже заболевание, он проходит диспансерное наблюдение на участке у своего терапевта по прикреплению. То есть он сдаёт контрольные анализы для своего вида заболевания. Ну, допустим, у пациента гипертоническая болезнь, у него высокие нагрузки. Вот он в этом году подлежит профосмотру. Он приходит, и ему говорят, у вас скачки цифр стали расти, допустим. Значит, может быть, вам нужно поменять лекарственные назначения. Возможно, вам нужно уменьшить какую-то эмоциональную нагрузку. Это называется профилактическое консультирование. Возможно, вам нужно заняться спортом, бросить курить и так далее. То есть вот это входит в понятие профилактического медицинского осмотра. То есть, в принципе, 2-3 специалиста – это достаточно для профосмотра. В следующем этапе – это обследование, заполнение анкеты и консультация терапевта. Если в последующем, в рамках диспансеризации, которая тоже входит в состав профосмотра, необходимо более углубленное обследование застрахованного, тогда его направляют уже к узким специалистам по профилю. Либо это эндокринолог, либо это кардиолог и так далее. А если нет какого-то узкого специалиста, то какие права у пациента есть? Ну, во-первых, скажем о том, что сроки существуют, ожидания медицинской помощи. То есть неотложная помощь – это 2 часа. Срок ожидания узкого специалиста или обследования – это 14 календарных дней. И МРТ-диагностика, либо КТ – это 30 календарных дней. Допустим, в этой медицинской организации специалист ушел на учебу на месяц или на полтора на повышение квалификации. Значит, поликлиника заключает договор с другой медицинской организацией, у которых в штате, допустим, 3 таких специалиста. И они направляют застрахованного в соседнюю поликлинику. То есть застрахованный сам не должен искать никакого специалиста, где ему пройти. Он ждет звонка из регистратуры медицинской организации по месту прикрепления. И приходит уже с направлением и с талончиком дистанционной записи на это обследование. Либо на консультацию. Ну, это получается, где-то в течение 30 дней этот процесс должен решиться. Юль, ну и мы, как всегда, реальные вопросы граждан не можем игнорировать. Вот подскажите, спрашивают люди, лечимся у ортодонта несколько лет, последние пару лет за пластину мы стали оплачивать. Включена ли данная услуга в полис УМС? Ортодонтия входит в территориальную программу государственных гарантий в объеме консультации врача-ортодонта и изготовления пластин, которые не имеют кламеров и винтов. И вот на протяжении, допустим, 5 лет в этой части ничего не менялось. Поэтому, если это более сложная какая-то конструкция индивидуальная, она изготавливается за личные средства гражданина. Но я не считаю, что это очень плохо, потому что у нас большой объем, допустим, высоких технологий включен в территориальную программу госгарантий, когда люди могут получить помощь с тяжелыми заболеваниями, такими как кардиологическая группа, либо онкология, и на территориях других регионов в рамках полиса УМС по высокотехнологичной медицинской помощи. Тоже спрашивают, подскажите, как я могу получить информацию о стоимости оказанных медицинских услуг по полису УМС моего ребенка? Законным представителем несовершеннолетнего является его родитель, либо опекун. Поскольку это личные какие-то данные, то заявитель может направить обращение с просьбой выдать такую справку по электронной почте, обратиться лично, допустим, во фронт-офис, но получить справку он должен прийти лично, подтверждая свое родство с несовершеннолетним. Значит, это будет паспорт гражданина и свидетельство о рождении, что это его ребенок. Ну вот, мне кажется, вопрос любопытный. Прошу принять меры, дали направление гастроэнтерологу 31-го, 0-5-го, соответственно, в мае еще 19-го года. На прием попало только 27-го августа. Считаю, что мои права были нарушены. Да, права были нарушены. В данном случае о чем стоит сказать? То есть исчисление сроков начинается со дня следующего, за наступлением событий. То есть 31-го мая пациент получил направление, значит, с 1-го июня начинает истекать срок 14 дней, и заканчивается 14-го июня. И, конечно, ему не нужно было ждать до августа, особенно когда речь идет об обострении какого-то заболевания. Ему нужно было подойти либо к руководству медицинской организации, если он в этот момент находится там, либо подойти к страховому представителю второго уровня в поликлинике, либо позвонить через горячую линию в страховую компанию. И вопрос бы решился гораздо быстрее. И страховая компания в рамках взаимодействия с руководством медицинской организации ищет решение этой ситуации, перезванивать застрахованному, обеспечивая его талоном. Спрашивают люди, хочу пролечить все зубы, более того, придется восстанавливать их полностью. Что можно сделать по полису? Лечение, удаление зубов у нас включено в территориальную программу государственных гарантий. Неважно количество зубов, пожалуйста, 1, 2, 3. Да, вопрос единственное стоит о том, что если речь идет о последующем восстановлении в виде протезирования, то этот объем медицинской помощи в терпрограмму не входит. Лечение любыми видами пломб, пожалуйста, химиокомпозит, либо фотокомпозит и удаление. Поняла. Мне нужно пройти диспансеризацию, человек пишет, а меня не отпускают с работы. Это нормально? На сегодняшний день законодательно закореплено о том, что работодатель обязан отпустить гражданина, для прохождения диспансеризации взрослого населения. Более того, внесены изменения в приказ о том, что медицинская организация выдает пациенту справку о том, что в этот день он проходил диспансеризацию, для подтверждения работодателю уважительности своего отсутствия. Кроме того, этот день оплачивается. Являясь федеральным льготником, инвалидом второй группы с диагнозом сахарный диабет, не могу вовремя получать инсулин при обращении в поликлинику по месту жительства. А льготное лекарственное обеспечение у нас курируется Министерством здравоохранения Алтайского края, поскольку они заключают тендеры на поставку лекарственных препаратов, которые выдаются централизованно в поликлинике по месту прикрепления через клинического фармаколога и аптеку. То есть терапевты подают списки, знает поликлиника, сколько у нее определенных категорий льготников, какие препараты, и вот такая система работает. То есть это оплачивается из другого источника. Но если застрахованный с этим вопросом обратится в страховую компанию, мы его сориентируем, куда он может дальше позвонить, для того, чтобы решить этот вопрос. Юлина, вопросов еще много. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое. Значит, у нас будет повод для новых встреч. Я надеюсь, что с этой передачи количество проблем у наших застрахованных уменьшится. Я тоже на это надеюсь. Спасибо. Я хочу вам напомнить, что у нас в гостях сегодня была Юлия Малиновска, начальник отдела по защите прав застрахованных одной из компаний города Барнаула. Юлия Малиновска, начальник отдела по защите прав застрахованных